Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям нашего края. О проблемах, которые волнует каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня выпуски. Российские ученые представили новые разработки. Как звук влияет на усвояемость лекарств? Премия главы города. За какие достижения наградили молодого врача-онкодиспансера? Красноярские нейрохирурги начали использовать уникальный спрей при удалении опухоли мозга. В чем суть новой технологии? Врач краевого онкодиспансера получила премию главы города молодым талантом. За 24 года обладателями такой награды стали 1100 красноярцев. Среди них хоккеист Сергей Ломанов, балетмейстер Валерий Терешкин, олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева и многие другие. За какие достижения наградили и молодого врача-онкодиспансера расскажем в рубрике «Профессионал». Кадеты несут красно-синий флаг Красноярска. По традиции накануне дня города его поднимают на караульной горе. На церемонии официальные лица и десятки горожан, вооруженных фотоаппаратами. Ответственную миссию поднять флаг вместе с мэром доверили лауреатам премии главы города молодым талантом. Среди них врач-онколог Елена Воронова, победитель номинации за высокие достижения в профессиональной деятельности. Орудие! Вы знаете, я так никогда близко к пушке не была. Стреляет она отменно. Поэтому впечатления у меня, конечно, оглушительные. В краевом онкодиспансере Елена Воронова работает 6 лет. Но за это время она успела показать невероятные результаты в борьбе со злокачественными новообразованиями. Она стала тем поколением онкологов, которые лечат и одновременно сохраняют эстетику молочной железы и кожи. Вы не забывайте, что рак кожи – это в том числе поражение лица. Если мы будем делать им такие обычные крыльчащие рубцы, ну это совсем некрасиво. И мы стараемся где-то в анатомическую складку положить. Где-то там косметику, это зашриться, тоже как-то там ее положить. Немножко там кожу потянуть, переместить к кожным лоскутам, чтобы пациентам было приятно и красиво. Потому что они же все девчонки. В 70 лет ты тоже девчонка. И хочется красиво выглядеть в зеркало. Жительнице Красноярской Валентине Казаковой в этом году исполнилось 70 лет. Сегодня она вновь пришла в краевой онкодиспансер. Но не лечиться, а поблагодарить врача, который спас ей жизнь. Здравствуйте, дорогая моя любимая Елена Александровна. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Я чувствую себя значительно лучше. И без вас я бы тут не выжила. Валентина Александровна вспоминает, как началось внезапное покалывание в груди. Пришла к врачу. Оказался рак второй стадии. Молодой доктор Елена Боронова убедила пациентку в том, что необходима операция. Она удалила закачественную опухоль и сделала пластику по восстановлению груди. Сейчас об этой болезни пациентка вспоминает с улыбкой. Но каждый год навещает своего врача, чтобы пройти профилактические обследования. Это врач от Бога. Молодая, талантливая очень. И это приятно, что здесь такие врачи. Вот такие, как Елена Александровна. И с такими врачами жить спокойнее. То есть пропадает паника у тебя, надежды на будущее есть. Вот так что Елена Александровна – это ас в своей работе. Доктор Елена Александровна признается, за 6 лет работы онкологическая служба в нашем крае кардинально изменилась. Появились новые корпуса. Ушли очереди. Врачи стали применять новые методы диагностики и лечения. Появился кабинет ЛФК, реабилитации и даже онкопсихолог. Теперь пациенты не остаются без внимания. Есть группа поддержки. Ну а врачи продолжают поиски новых лекарств. Сейчас Ольга Александровна ведет исследовательскую работу по диагностике и лечению злокачественных новообразований в печени. Уважаемые телезрители, я бы хотела пожелать вам здоровья. А для сохранения здоровья нужно не бояться специальностей и слов онкологии. А для того, чтобы, допустим, предупредить эту болезнь, необходимо обследоваться раз в год. Есть программа диспансеризации, есть прием терапевтического звена, который позволяет предъявлять те или иные жалобы, вовремя заподозрить и вовремя обследоваться у соответствующего специалиста. Сенсационные разработки представили российские ученые на конференции в Красноярском медуниверситете. Мероприятие приурочили к 70-летию со дня рождения знаменитого профессора Валерия Иванова. Он основал в Красноярске научное направление молекулярная патология. Подробности в следующем сюжете. Услышать рок-музыку в зале ученого совета Красноярского медуниверситета можно нечасто. Но с помощью такой мелодии, уверяет доктор биологических наук из Саратова, можно доставлять лекарственные препараты прямо в мозг и лечить болезни Паркинсона, Альцгеймера, шизофрению, депрессию и даже рак головного мозга. Ученые говорят, из 7 тысяч различных лекарств лишь 5% могут действительно попасть в головной мозг. Дело в том, что здесь работает очень мощный барьер, своеобразная таможня, которая на уровне химических процессов решает, чему можно проходить, а чему нет. Методика воздействия с помощью звука позволяет приоткрыть этот барьер на целый час. Только вот звук, по словам ученого, должен поступать с определенной частотой 110 дБ и 370 Гц. Звук, он обладает такой вот проникающей способностью. И воздействует фактически механически на мозг. То есть вот эти вот маленькие белочки на уровне нежных сосудов, они начинают расшатываться. В определенный момент времени вот эти вот препараты как раз и могут туда попадать. Много шума наделал доклад доктора биологических наук из Томска. Он говорит о том, что при назначении химию и таргетной терапии надо учитывать скорость развития опухоли у каждого пациента. Она не должна быть выше, чем скорость уничтожения опухолевых клеток химиопрепаратами. Николай Литвиков рассказал об исследованиях зарубежных и отечественных ученых, которые доказывают, что опухолевые стволовые клетки, которые дают начало всем опухолям, появляются из нормальных стволовых. И если уничтожить конкретно стволовые клетки опухоли, то развитие болезни приостановится. Доктор считает, что в будущем лечить опухоль будут как хроническое заболевание. Так же, как сейчас лечат, к примеру, гипертонию. Мы можем лечить гипертонию каким образом? Мы пьем таблеточки каждый день, у нас давление пониженное. Вот существует мнение, что рак приведут именно к такому состоянию, что он станет хроническим заболеванием. Будет человек пить таблетки, которые будут держать опухоль в узде. Ну и так в течение 10, 20, 30 лет. Николай Литвиков прокомментировал исследование известного ученого Берта Фегельштейна, который в своей нашумешей два года назад статье показал, что внешние факторы и образ жизни лишь на 20% определяют риск развития опухолей. Основная же причина в случайных ошибках, которые возникают при делении стволовых клеток. Чем выше частота и больше количество пройденных в течение всей жизнеделений, тем выше вероятность развития опухоли. Пока это было подтверждено на уровне статистических закономерностей, будут ли найдены прямые доказательства, покажет время. Сейчас у нас в студии Надежда Маркелова, руководитель научно-образовательного центра «Молодежная наука», профессор кафедры общей хирургии Красноярского медуниверситета. Здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно поняла, что вы занимаетесь организацией подобных научных конференций? Да. В нашем университете это дань традициям посвящать научные мероприятия, в том числе с участием молодых ученых, уважаемым профессорам, которые посвятили свою жизнь нашему университету. Реализуются ли такие научные исследования в практике? Работа в студенческом научном обществе, она тема отличается, что студенты, попадая в научные коллективы больших научных школ, по сути дела выполняют исследования рядом с уже состоявшимися как молодыми, так и уже именитыми учеными, профессорами и заслуженными деятелями науки. В нашем университете с 1966 года существует конкурс лучших студенческих работ имени профессора Гетельзона, имеющий очень давнюю историю и богатые традиции. И вот в этом году лауреатом конкурса в клинической номинации стала студентка пятого курса, которая предложила, разработала метод реабилитации больных после перенесенного инсульта. Метод предполагает технику упражнений, которая позволит пациенту восстановить функцию ходьбы после нарушения мозгового кровообращения. Какой, по вашему мнению, будет медицина через 10-20 лет? Медицина будущего позволит прогнозировать и устранять даже малейшие нарушения деятельности не организма, не какого-то органа, а клетки и даже отдельных структур клетки. И таким образом в нашем привычном понимании медицина сегодняшнего дня, конечно, отойдет на второй план. На первый план будет выходить диагностика, генетическое типирование, молекулярное типирование каких-то самых незначительных изменений в нашем организме, которые позволят не лечить, а именно профилактировать развитие какой-то патологии. Еще до развития болезни? Болезни просто не будет шанса развиться. Большое спасибо. Но мы переходим к другим темам. Далее рубрика Мединфо о значимых событиях в сфере здравоохранения края расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот именно эти оптомеры, если, ну, я надеюсь, что у нас-то все получится, они в дальнейшем смогут послужить и роль препаратов, которые смогут доставлять и лекарственные препараты непосредственно к опухолю. Губернатор Красноярского края поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Лучшие врачи и медсестры региона получили награды и благодарственные письма. Министр здравоохранения края Вадим Янин вручил также дипломы победителям в региональных конкурсах профессионального мастерства. Среди них Светлана Шаяхмед. Медик с 17-летним стажем. Стала лучшим терапевтом года. Гордиться своими достижениями могут и врачи других медучреждений. Хирурги Краевой клинической больницы провели уникальную операцию по пересадке печени и сердца. Успешную пересадку донорского сердца провели уже трем жителям Красноярского края. Впервые за 20 лет значительно снизились показатели общей смертности населения. На площади перед Красноярским медуниверситетом открыли памятник знаменитому хирургу и епископу, святителю Луке в миру Валентину Война-Ясенецкому. В торжественной церемонии участвовали студенты, преподаватели вуза и врачи. Именно на их деньги и средства спонсоров был сделан памятник. Скульптор Константин Зинич изобразил святителя, держащим в одной руке скальпель, в другой крест. Монумент сделан из белого камня, что символизирует белый халат врача. Отмечу, памятник установили в юбилейный год. В 2017 исполняется 140 лет со дня рождения Война-Ясенецкого и 75 лет Красноярскому медуниверситету. Каждый день на нашу электронную почту приходят вопросы от телезрителей. Напоминаю, что мы их передаем специалистам и уже в следующей программе 23 июня ответим на них в рубрике «Спроси врача». На этом у меня все. Напоминаю, телефон нашей редакции 233-04-03. С вами была Екатерина Смахвалова. Желаю крепкого сибирского здоровья.